Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер. Сегодня пятница, конец недели, но мы не будем банально подводить, как традиционно, финансовые итоги, потому что у нас есть более важная сегодня задача, и я надеюсь, всем вам она будет сегодня интересна и нужна. Тем не менее, мы говорим сегодня о авиационных идеях в сфере ЖКХ и обсуждаем планирующий выход на фондовый рынок компании Мультисистемы, IPO Мультисистемы, вот это тема сегодняшнего прямого эфира. Значит, я напомню, сейчас у нас сухой остаток, меня зовут Олег Дмитриев, и у вас, уважаемые слушатели, есть возможность присоединиться к нашей сегодняшней беседе традиционными способами. Это телефон в студии 6510-996, код Москвы 495. Звоните, задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями. Далее, то же самое вы можете сделать, зайдя на сайт компании финам.фм. И, если вы поклонник инвестиционного холдинга финам, то, оказавшись на сайте финам.ру, вы попадаете на видеоконференцию. То есть, все то, что сейчас происходит в студии финам.фм, вы, да, имеете возможность наблюдать. Вот, собственно, в эту камеру происходит текущая трансляция. И вопросы ваши мы тоже будем видеть и на них отвечать. Я представляю сегодняшних гостей. Сегодня в студии Дмитрий Чалый, генеральный директор ОАО «Мультисистема». Добрый вечер, Дима. Добрый вечер. И Константин Гуськов, руководитель отдела корпоративных финансов ОАО и инвестиционной компании «Комкон-3». Добрый вечер, Кост. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, традиционно, опять не будем отходить от традиций, все-таки у нас сухой остаток. И мы давайте посмотрим, что происходит на финансовых площадках на это время. 18.06 в Москве и картина маслом. Картина маслом. Выглядит следующим образом. Ну, после вчерашних, да, и позавчерашнего роста, видимо, назрела некая коррекция, и мы ее наблюдаем. Индекс РТС практически в нулях. В общем, 1500 так он и не прошел. 14.98 у текущей котировки снижается он на 0,06%. Индекс ММВБ выше в Атерлинии на те же 0,06%. 1463, ну, по сути, динамика нулевая сегодняшнего движения. Смотрим на сырье. Нефть марки Brent 107 долларов 13 центов за баррель. Вот, что тоже не так уж показательно. Пол процента прибавляет по сравнению с ценой официальности закрытия. Золото продолжает, уже, по-моему, четвертый день подряд, я говорю эту фразу, золото продолжает торговаться волатильно, вновь сегодня была, точнее, вновь сегодня попытка пробить текущую поддержку, и 1696 текущая котировка. Евро-доллар после тестирования 1.31, ну, недалеко все-таки корректируется, 1.3085 его текущая котировка в моменте. В общем, замер он, да, практически замер на месте. АвтоВАЗ продолжают фиксировать, еще 2% теряют сегодня акции. 14.45 стоит бумага этой компании. Все остальное разнонаправлено и скучно. Ну, за исключением Роснефти, которая все-таки поднимает голову опять, судя по всему, и почти 2% сегодня прибавляет, и уже 258 рублей и с лишним стоит эта бумага. Я помню, некое время назад, в среднесроке, мы спрашивали у аналитиков, да, после известных событий, какова среднесрочная цель, 250 называли, и, собственно, давно уже она отработалась. А вот, видите, да, пошла в рост. Ну, дай бог, дай бог, в конце концов, хоть что-то пусть пойдет в рост. Накануне Нового года, накануне волшебного праздника, накануне, да, Костя, ожидаемого всеми какого-нибудь ралли, пусть будет ралли, хотя осталось полтора недели торговаться-то, боже мой. Ну, как раз. Как раз, да. Показать позитивную динамику. Да, да, да. Хотя бы, да, если говорить о закрытии года, хоть хотя бы мы в плюс бы вышли. А то есть болтаемся вокруг одних и тех же практически уровня. Итак, давайте начнем. Давайте начнем. Я нагоню пафосы, если не возражаете. Ну, это я сейчас слушателям в основном. Хотя, как они могут возражать? Я нагоню пафосы, но, опять-таки, пафос в кавычках, потому что проблема очевидна. Помимо всего прочего, что, к сожалению, не дает возможности нормально двигаться нашему рынку, нормально работать тем, кто с ним связан, помимо технических или стратегических каких-то, да, есть еще идеи отсутствия идей. Вот такая тавтология, но, тем не менее, это так. Отсутствие идей на рынке фондовом отечественном, да, Российской Федерации, это бич на сегодняшний момент. И даже когда мы, да, уходим с вами от голубых фишек и пытаемся найти эти идеи в неликвиде, уж до того, уж до того, да, все равно их не так много. Они есть уже, да, действительно, и была отдельная программа некоторое время назад этому посвящена. И вот теперь, внимание, на рынке может оказаться новый, причем я считаю, что это более чем результативно должно быть, более чем. Впервые, да, в истории, наверное, Кость, да, в первые истории на рынок выходит компания жилищно-коммунального хозяйства. Ну, на самом деле, здесь какая ситуация? Да, компания ЖК еще не представлена на русском рынке, да, то есть, во всяком случае, не представлена самостоятельно, именно как идея, именно компания, которая зарабатывает в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и, да, такая история, это впервые. То есть мы, вот этому мы должны радоваться. Дима, я сейчас на тебя смотрю, потому что это, да, непосредственно к тебе это. Мы уже должны радоваться, что вы есть. Вы есть на этом свете, и вы появитесь. Это Димина детище, он сделал его самостоятельно, шел к этому достаточно долго, и вот пришел к такому моменту, что готов предложить акции широкой публике. Да, здорово. Буквально в двух словах расскажи, как этот бизнес, да, он родился, как он развивался, что из себя он сейчас представляет. Ну, мы радуемся уже этому бизнесу порядка десяти лет. Ну, это серьезный срок, если хочу сказать, да? Да. Когда я впервые приехал в Москву, то эта идея, установка приборов учет, она была достаточно нова и инновационна. Тарифы на услуги, на оплату воды, они были настолько низкими, что жители Москвы просто не задумывались о том, что когда-нибудь они могут вырасти и понадобится производить учет воды, тепла. Прошло порядка трех... Я по себе помню, вообще никогда не задумывались о том, вода течет и течет, и она будет течь вечно. Вечно, да. Ее нужно. Прошло порядка трех-четырех лет, тарифы начали потихонечку подниматься, каждый год была индексация, и идея установки приборов учета, она нашла свою актуальность. За это время, вот, в период с 2002 по 2012 год, нашей компанией было установлено более 500 тысяч квартир, это полмиллиона жителей города Москвы. Это серьезный цифр. Составляет нашу абонентскую базу на сегодняшний день. И в начале 2011 года было принято решение начать подготовку к IPO. И вот весь год, в 2012 мы к этому готовились к событию, работали с документацией, и в конце 2012 года, в декабре месяце, буквально дня через три, планируем открыть книгу заявок и дать возможность инвесторам воспользоваться вот этой возможностью войти в компанию, которая предоставляет услуги ЖКХ в городе Москве. Я позволю тебе сравнить, такой новогодний сюрприз приготовил, да, нам, в принципе, Дима, накануне Нового года, книга заявок. Ну, здесь, на самом деле, насчет новогоднего сюрприза, так получилось не специально, да, на самом деле, по сроку мы планировали сделать это немножко раньше. Ну, как в любое мероприятие, появляются какие-то накладки, какие-то запрещения. Ну да, тем более сложные, такое сложное мероприятие, как IPO, конечно. Вот, на самом деле, с одной стороны, это хорошо, что конец года, да, все-таки, какой-никакой позитив на рынке есть, на этом безидейном рынке. Да, 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 совершенно. Да, вот. Ну, а с другой стороны, была проделана большая работа, да, то есть, и сейчас мы фактически готовы уже к финальному аккорду. Кстати, вот еще раз я возвращаюсь к тому, что компания ЖКХ впервые на рынке, а почему раньше никто не выходил, как ты думаешь, Костя? Ну, на самом деле, опять же, да, то есть, я бы предложил разделять эти рынки, да, то есть, есть большой фондовый рынок, где есть, там, ликвидные большие эмитенты, правда, их с каждым годом становится все меньше. Ну, да, 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 и те, что есть, они как-то немножко усыхают уже. Да, ну, здесь в целом, как бы, обороты упали, интересно, да, идей нету, на самом деле. А есть, на самом деле, вот, на бирже такая площадка, РИ называется, и там предлагается небольшим компаниям, средним компаниям попробовать привлечь инвестора, да, то есть, ну, основная история этой площадки, да, то, что это рынок инноваций и инвестиций, ну, здесь Дмитрий сказал, что компания инновационна, ну, в какой-то мере она инновационна, ну, по большому счету, это простой бизнес, когда вы употребляете воду, тариф дорогой, и чтобы не лить ее сверх необходимым, вы ставите счетчик и тем самым экономите. Здесь, скорее, не какая-то инновационность в большом смысле этого слова, да, а, скорее, идея энергоресурсосбережения, да, то есть, это востребовано, это современно. Давай так, если мы вернемся, вот, к разговору, да, чуть выше, что мы никогда не считали, да, мы не считали даже возможности такой, вода есть, и она всегда была. Да, она была. То инновация в этом случае, я бы ее так назвал, инновация — это понимание того, что надо экономить, оказывается. Даже не надо, а можно экономить, да, то есть, можно, как бы, продолжать платить какие-то деньги, да, с каждым годом все больше и больше, а можно, как бы, разумно устроить свое употребление, чтобы не платить лишнюю копейку, да, там, всегда найдется, куда ее заплатить. Совершенно верно. Кстати, опять проблема финансовой грамотности, если позволить, она у нас постоянно возникает. Значит, сейчас мы прервемся, мы послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим нам еще. Продолжаем наш эфир. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня у нас интересная беседа, потому что мы обсуждаем свежие инвестиционные идеи. Одна из таких приходит к нам с стороны компании жилищно-коммунального хозяйства, что является революцией, я бы так сказал, на отечественном фондовом рынке. Да, Козья? И эта компания называется Мультисистема. Сегодня в гостях ее, собственно, генеральный директор Дмитрий Чалый. И в гостях также Константин Гуськов, руководитель отдела корпоративных финансов ОАО инвестиционной компании КомКон-3. Ну, пока шли новости, за эфиром мы поговорили и родилась вполне, на мой взгляд, логичная мысль. Немножко о Диме, да, как руководитель этой компании, прежде всего, да, как о неком инициаторе всех инноваций. Поговорить более детально, потому что не случайно, да, что роль личности в становлении бизнеса велика и безгранична. Костя, вот ты как знаток, я так понимаю, ты с Димой, да, знаком. Расскажи, пожалуйста, о нем поподробнее и не стесняйся, что он сидит рядом. Не стесняйся. Ну, Дим, что называется, за глаза, да? Да, да, да. Ну, на самом деле, с Дмитрием мы общаемся уже порядка года, да, с того момента, когда вот мы и повстречались, да, родилась идея. А почему бы, ну, к тому времени Дмитрий активно увлекался фондовым рынком, ну, увлечение уже. А как, кстати, он активно увлекался? Сам торговал или что? Ну, ну, да, опытный спекулянт, просадил не одну кучу денег, не одну кучу денег. Совсем правильно, в основном заработал. Не одну кучу денег выиграл, да. Но возникла мысль, да, то есть, почему бы нам не попробовать, да, привлечь деньги путем размещения акций. И вот в течение года мы с ним общаемся и на самом деле хочется отметить именно деловые качества Дмитрия, да, потому что вот со стороны, как вижу его я, да, это спокойный рассудительный, рассудительный, динамичный руководитель, динамичный, потому что не сидит на месте, постоянно на объектах, постоянно на встречах, переговорах. Ну, в принципе, наверное, это расписание любого делового человека. Вот, а с другой стороны, представьте ситуацию, есть, да, большой город Москва, крупнейший город России, да, в нем большое количество домов и жителей, и сейчас на данный момент порядка по оценкам Мосводоканала у 60% этих жителей стоят дома-счетчики. И вот из этого рынка Дмитрий тем или иным образом контролирует порядка 25% рынка приборов учета воды, да, то есть, а как появился, собственно, этот бизнес, откуда он взялся? На самом деле, 10 лет назад Дмитрий приехал в Москву из Прибалтийской страны, Латвии, где в Риге он уже занимался как раз этим. Но все-таки Рига это не такой большой город, как Москва. Но, тем не менее, он там смог получить этот опыт, да, и когда он приехал сюда, реально рынка не было, да, то есть, ну, никто еще не ставил счетчики. Если они ставились, то ставились, как правило, в каких-то таких умных домах. Ну, а вот широкое потребление, ну, широкое внедрение, широкое предложение, наверное, вот пошло именно от Дмитрия. И как раз вот, если вы помните, да, наверное, все помнят то, что начинаются строиться новостройки, начинается Москва застраиваться активно, и вот в большинстве новостроек стоят как раз именно Дмитрий, подосчетчики те, которые устанавливал Дмитрий. На самом деле, объемы большие... Уже есть чутье некое, да, Дима, у тебя есть чутье? Есть, да, у него чутье, есть, на самом деле, деловая жилка, потому что объемы большие, да, то есть, и надо приехать было организовать работу именно большой команды установщиков, большой команды, да, то есть, чтобы они беспроблемно ходили по квартирам, устанавливали. Все-таки, на самом деле, вода-то всегда агрессивная, да, то есть, и установить счетчик, казалось бы, несложная задача, но вот правильно не установишь, и будешь делать соседям снизу ремонт. Тоже вариант. Да, и чтобы такого не было. То есть, здесь хочется отметить, что компания-мультисистема практически на 100% принадлежит Дмитрию, да, то есть, ну, как бы, такая тоже достаточно уникальная ситуация, когда один контролирующий акционер контролирует компанию полностью, и у компании нет долгов, да, то есть, он развивался не на заемные средства, развивался на свои, и, фактически, смог не только развить ее, да, там, до хорошего уровня, показать достойные позиции на рынке, ну, и еще развиваться за собственные деньги, не на привлеченные. Ну, мне кажется, это... Извините, Гостя, вот по поводу собственных и привлеченных денег. Почему именно IPO? Других вариантов не было никаких, где мы? Ну, вариантов всегда предостаточно. Я решил выйти на IPO, чтобы широкому кругу инвесторов предложить зарабатывать вместе с компанией-мультисистема. Мы научились зарабатывать на экономии, то есть, та сторона, ну, скажем так, одна сторона – это наша компания, другая сторона – это население, жители. Жители экономят, мы на этом зарабатываем. Сейчас будет еще третья сторона – это наши инвесторы, которые зарабатывают вместе с нами. Вот получается такой интересный треугольник. А если инвесторы еще и те жители, у которых стоит прибор учета воды, то он фактически получается и платит сам себе? Да, мы, кстати, нашим клиентам, нашим жителям предложили возможность принять участие в IPO. Мы разослали информационные материалы и получили достаточно большой интерес со стороны наших клиентов. Сейчас будет предложено им поучаствовать, открывается книга заявок, и все наши клиенты, будущие клиенты, имеют возможность принять участие в работе нашей компании, компания-мультисистема. А дивиденды вы планируете выплачивать? Да, планируем. Значит, по итогам 2012 года мы уже декларировали, будет выплачено с прибыли 25% впущено на дивиденды. И по результатам работы 2013 года мы планируем выплатить 50% от чистой прибыли в виде дивидендов. Ну, здесь, скорее, да, действительно дивидендная история для инвесторов, да, потому что, ну, рынок все-таки достаточно, ну, как сказать... Рынок какой-то, имеешь в виду, фондовый рынок или ЖКХ? Нет, сейчас пока говорим о мультисистеме, о фондовом рынке. Пока рано еще. Да, или уже поздно. Ну, на самом деле, рынок сильно расти не будет, да, то есть, ну, мы говорим о Диме, да, то есть о мультисистеме. Мультисистема – это московский регион, там, и сильного, экстенсивного роста, наверное, ожидать уже не приходится. Ну, если только планы по развитию новой Москвы, да, то есть, ну, здесь еще надо понять, что вообще с ней будет, говорить об этом пока рановато. Нет, давай мы сейчас сосредоточимся на Москве, а потом, естественно, будут вопросы у меня, да, по поводу, так сказать, того, что за МКАДом находится. Вот с точки зрения неких финансовых планов, как выглядит среднесрочная инвестиционная программа? Это раз. На какие цели, да, Дим, ну, тебе или Костя, как вместе вы на эти вопросы отвечаете, на какие цели вы будете, прежде всего, да, финансы эти ожидаемые направлять? Вот, ну, и, соответственно, с этой точки зрения, да, и перспективы вы видите, да, насколько все это будет интересно. Давай, может, действительно, я перейдю, просто, ну, про дивидендную политику, как бы, закончу, да, то есть, вот, как бы, почему дивидендная политика такая, да? Ну, потому что, действительно, сильно, наверное, именно за счет счетчиков роста не будет, потому что, ну, установлено уже много где. Здесь уже деньги получаются на, за счет абонентской платы, за техническое обслуживание, которое вот эти 500 тысяч абонентов ежемесячно платит Дмитрию, и за счет технических поверок, так называемых, счетчиков раз в 4 года каждый должен обязательно поверить этот счетчик, и, соответственно, это тоже услуга платная. Да, здесь уже, как бы, будет расти база, но уже не такими экстенсивными темпами, поэтому, но, тем не менее, вот эта вот база, она генерирует доходность, да, то есть, генерит поток достаточно хороший, генерит его ежемесячно, и поэтому мы, по большому счету, инвестору предлагаем в нем поучаствовать. И у Димы есть еще, как бы, вот одно направление, да, на нем, наверное, он расскажет самостоятельно, за счет чего все-таки он планирует расти, за счет вот именно куда направят средства привлечения. Это очень интересно, но тебе, сейчас, Дима, подожди секунду, уточню я, Кой, смотри, ты говоришь о том, что большого наплыва, да, или большого прироста клиентуры не будет, ну, цифра просвещала 500 тысяч, насколько я помню, да? Да, в Москве. А в Москве, я так понимаю, потенциал, да? Ну, мы же берем не жители, мы берем квартиры, правильно? Да, да, то есть, ну, где-то вот по оценкам сейчас... Ну, порядка двух миллионов квартир в Москве, и 500 тысяч абонентов уже являются нашими клиентами. То есть, 25% рынка, да, практически, вы уже... Остальные, скорее всего, либо будут без счетчиков обходиться, да, так вы считаете, либо они к вашим конкурентам могут, да? Ну, по идее, на самом деле, счетчик должен стоять в каждом доме, да, то есть, есть закон, федеральный закон об энергосбережении, в который жестко теперь уже устанавливают, что счетчик воды должен стоять в каждом, в каждой квартире. Счетчика два, горячей воды и холодной воды, то есть, на самом деле, работа непочатый край, да, то есть, если не сосредотачиваться на Москве, да, там, а наполеонские планы в Россию, в регионы, да, то есть, там есть чем заняться. Ну, пока, все-таки, Москва, наверное, самый удобный, самый большой рынок, да, площадка такая, это Москва, основная, базовая. Вот, ну, здесь уже будем устанавливать тех, у кого еще счетчик не стоит, обслуживать тех, у кого стоит счетчик, ну, прямо такого роста, чтобы вырасти прямо в разы, да, наверное, нет. Вот мы планируем по инвестиционной программе Дмитриева, то, что миллион абонентов у него будет через три года. Я понял. Хорошо. Давай, Дима, теперь рассказывай ты о ваших планах финансовых, да, о том, какие программы инвестиционные вы решаете. Да, ну, один из самых часто задаваемых вопросов со стороны инвесторов, аналитиков, это куда пойдут деньги? Да. Как вы планируете их потратить? Ну, согласись, да, ты, тем более, к фондовому рынку имел непосредственность, всегда интересно, куда пойдут деньги. Куда пойдут деньги, да, это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. У нас есть план развития компании, есть краткосрочные планы, есть более долгосрочные. И одно из направлений – это реализация программы по заключению энергосервисных контрактов. Значит, что это такое? Коротко расскажу про энергосервисный контракт. Есть сумма, которую каждый житель платит за отопление ежемесячно. Эта сумма разбивается на 12 месяцев и ровными частями, ну, ориентировочно ровными частями она вносится на счет. Если провести в доме некоторые мероприятия, которые направлены на экономию тепла, такие как установка прибора учета тепла, установка автоматизированной системы отопления, когда зимой, если теплая погода, немножко прижимается задвижка и расход тепла уменьшается. Вот. Ну, сегодня просто по трубе оно гоняет, подача обратка там и так далее, да? Да. Да, если эти мероприятия провести, может быть, утеплить немножко цоколь дома, может быть, окна проклеить специально лентой, да? Это делается энергоаудит, и принимается решение, какие мероприятия в этом доме провести. Значит, заключается энергосервисный контракт, и в доме образуется некая экономия. Она может составлять до 40% денег, которые жители платят за тепло. Мы заключаем контракт с управляющей компанией, и вот эту экономию в течение какого-то периода времени, там, примерно трех лет, житель оплачивает ту же сумму, которую платил раньше, но эта экономия идет в погашение наших инвестиций, пущенных на мероприятия по этому дому. Ну, если посчитать затраты, мы эту работу выполняли, да. Сейчас мы слушаем новости, потом затраты посчитаем обязательно. Итак, продолжаем наш сегодняшний эфир. На финале ФМ «Сухой остаток» я, Олег Дмитриев. Обсуждаем инвестиционные идеи в сфере ЖКХ. Значит, на рынок собирается выйти представитель этого сегмента, жилищно-коммунального хозяйства, впервые в истории. Это компания «Мультисистема». Сегодня в гостях у меня ее генеральный директор Дмитрий Чалый, и в гостях также Константин Гуськов, руководитель отдела корпоративных финансов ОАО инвестиционной компании «Комкон-3». Ну, и есть вопрос, давайте, может, сразу на него... Хотя нет, Дима, извини. Да, ты рассказывал о том... Да, у нас была беседа, куда пойдут деньги. Куда инвести, да, куда деньги. Денежный поток. Да, значит... Зачем тебе вообще они нужны? Был рассказ о энергосервисных контрактах, и мы остановились на том, что житель экономит некую сумму денег после проведения энергосервисных мероприятий, которые идут в погашение тех инвестиций, которые мы произвели, делая эти мероприятия в том доме, где жители проживают. И вот эта работа проводится в рамках городов, больших городов, маленьких городов, микрорайонов. И чтобы эти мероприятия проводить, то требуются достаточно серьезные вливания. Ну, ориентировочно, чтобы провести мероприятия в одном доме, теплощетчики поставить, систему управления, что-то утеплить от 500 тысяч рублей до миллиона. Ну, зависит от дома, от количества квартир. Вот можно посчитать, что на привлеченные средства мы будем в состоянии произвести работы порядка 150-200 домов. Это половина, скажем, половина среднего ДЭЗа города Москвы. У нас 115 ДЭЗов. Если брать близлежащие города, спутники, то объем умножается еще на два, не говоря уже о России. Тут безграничное поле деятельности, огромный фронт работ, миллиарды-миллиардов инвестиций. Законодательная база есть. Есть 261-й закон, есть 94-й, 91-й ФСЗ, которые регламентируют проведение всех этих работ и регулируют отношения между компаниями, которые эти услуги оказывают, управляющими компаниями. Другой вопрос, что этот рынок мало знаком. Рынок ЖКХ, он достаточно закрытый. Закрытый, да. И сюда люди со стороны не приходят. Мы эту тему знаем. Значит, и с точки зрения, как управляющая компания, у нас есть такая структура. И как компания, которая оказывает услуги большому количеству населения, следить за 500-тысячной абонентной базой, это тоже чего-то стоит. У нас для этого создан колл-центр огромный, который обслуживает наших клиентов. Написано специальное программное обеспечение, способное отслеживать перемещение денег, денег, мастеров, материалов. То есть мы это работали. То есть, сквозь пальцы, чтобы это не уходило. Да, конечно. Мы стараемся за всем следить и ничего не упускать. К сожалению, у среднестатистического обывателя, если позволите, на протяжении нескольких лет сформировалось, я бы сказал, устойчивое такое впечатление, что ЖКХ это что-то такое, ну, не совсем корректное, что ли, да? Мягкое. У нас есть звонок, Дим, давай послушаем мы его, наверняка это вопрос. Иван, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Добрый. Я как раз, так сказать, среднестатистический обыватель, у которого сформировалось то самое мнение ЖКХ, его мотернизации. Понятно. В общем, ситуация такая, просто небольшой комментарий к вашему разговору. Это все прекрасно, инвестиции, новые технологии, я сам занимаюсь этими, новыми технологиями этими. Но суть в следующем. Я два года, как жил в новой квартире, новый микрорайон, как я только заселился, услуги ЖКХ просто считались поровну, грубо говоря, на всех жильцов, включая там электроэнергию, которая считалась по счетчику. Потом постепенно начали вводиться различные новые технологии учета. Сначала счетчики холодной, горячей воды, потом учет водоотведения, сейчас вот вводят систему как раз с учета потребления тепловой энергии. Когда я туда заселился, моя квартплата составляла 4000 рублей за однокомнатную квартиру. В прошлом месяце я заплатил 7800 рублей за однокомнатную квартиру. Это за два года. Лихо. Это, Вань, извините, это вот логика такая, что с учетом этих инноваций, мягко говоря, выросла практически на 100% выросла. Да, да, да. Я человек, как бы так скажем, ну, мне хватает денег, ну, просто однокомнатная квартира и 7800 рублей мне, конечно, не укладываются в голове. Я понял. Спасибо. Спасибо, Иван, за вопрос. Ну, прокомментируем. Прокомментируешь, Кость? Ну, я готов, да, прокомментировать. Это говорит о том, что в сфере ЖКХ у нас есть большие перспективы зарабатывать денежные средства. Однокомнатная квартира, 7000, это великолепно. Тут вопрос в следующем. Есть дома, которыми управляют управляющие компании, городские гупы. У них есть ставка 24 рубля за квадратный метр в месяц. И превысить эту ставку они не могут, не имеют такого права. Есть управляющие компании застройщика. Это зависит от качества дома. Там дома бизнес-класса, допустим, центр на Остоженке. И там совершенно другие ставки. Они могут колебаться от 30 до 100 рублей за квадратный метр в месяц. Тут надо посмотреть ситуацию. Есть ли там консьержи, есть ли там охрана. Какие, скажем так, дополнительные услуги, приборы учета тепла. Ну, наверное, там монтируется какая-то система диспетчеризации. Но, как совет, в любом случае это может принимать только решением совета дома. То есть, проводится общее собрание жителей. Значит, выбирается совет дома, который работает с управляющей компанией. и такие решения, как привлечение дополнительных денег с жителей может принимать только совет дома. Если этого совета в доме нет, то вот Иван, я вижу, человек инициативный, он мог бы это взять на себя, провести общее собрание и регулировать вопросы взаимоотношения финансовые с этой управляющей компанией, кто ими управляет, уже, скажем так, более эффективно. И, возможно, плата снизится достаточно существенно. Ну, то есть, я правильно понимаю, что вот это практически стопроцентный рост тарифа, это некая такая... Ну, тут надо разобрать тариф, не совсем понятно, что включает в себя 4 тысячи и 7 тысяч. Тут надо подходить индивидуально. Мы можем провести консультации, выехать на место, посмотреть ЕПД, квитанцию и, ну, дать свои консультации для решения этого вопроса. Я думаю, что это, кстати, один из вариантов. Иван, если у тебя время, так сказать, и желание появится, то вот надо связаться просто. либо с Димой, ну, или с кем-то. Ну, можно зайти на сайт, там есть наши координаты, связаться с нами и пообщаться на этот счет. Будет пароль, да, Финам.фм, собственно, в эфире мы общались по этому поводу, потому что, действительно, ну, там, сколько-то счетчиков добавилось и на 100% выросла квартплата, наверное, это не очень логично. Надо не забывать, что и тарифы, на самом деле, растут, да, здесь, и коммунальные тарифы подрастут. Ну, вообще нормально это 7 тысяч за однокомнатную квартиру. Ну, конечно же, ненормально. Квартиры бывают разные, может, это апартаменты в Сити площадью 150 квадратных метров. Вот одна большая комната, нужно сказать. Иван, я поздравляю у тебя апартаменты в Сити. Еще один вопрос, давайте послушаем. Илья, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Хотел, как бы, поддержать Ивана, что, действительно, на сегодняшний день тарифы ЖКХ растут гораздо быстрее, нежели видна экономия от установки энергосберегающих каких-то ресурсов. Сейчас, наверное, та серая масса, которая абсолютно не хочет ничего экономить, просто плачу и плачу. Но после установки счетчиков, вот именно конкретно водомерных счетчиков на горячую и холодную воду, естественно, я как бы заметил, что сумму снизилась. Правда, другие позиции резко увеличились. Ведены сегодня еще, я слышал закон о том, что в квартплату будет включена капремонт жилья, статья и так далее. То есть, и то го, платим больше, но там, где поставлены счетчики, платим меньше. Хоть чем-то это усушает, но это такое, знаете, смех сквозь слезы. Малое утешение. Очень малое утешение. К сожалению, у нас тарифы ЖКХ растут, я говорю, гораздо быстрее, чем мы почувствуем реальную отдачу. То, что ваши гости говорят о перспективе год-два, ну, вы знаете, за год-два у нас тарифы, вот, пожалуйста, и вам подтверждают, взлетают на 100% за два года. Ну, а какая тут экономия, может быть, о чем? Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Илья. Спасибо. Ну, такая жизнь, да? Как с этим? С другой стороны, вот, на самом деле, да, тарифы растут, все дорожает, но, опять же, вот, энергосервисные контракты, да, как сказал наш гость, счетчики уже реально помогают экономить, а что касается вот энергосервисных мероприятий, ну, там фактически тарифы растут, да, первые два года вы будете платить, наверное, не меньше, ну, дальше-то эти суммы будут снижаться, да, то есть, несмотря, а если эти мероприятия не делают, так они будут и продолжать расти. Ну, на самом деле, отопление составляет большую половину счета за энергоресурсы и вообще за эксплуатацию квартиры, и вот, что касается воды, если вы дома не живете, поставили счетчик, вы не будете платить ничего, и если ваша управляющая компания пойдет на энергосервисный контракт, то снизится в том числе ваши затраты на отопление. Дима, можно вот вопрос такой, да? Останется только поработать с управляющей компанией, чтобы они не задирали тарифы за эксплуатацию и текущие ремонты. В принципе, при активности жителей дома, если они... То есть, можно управлять, да? По сути, управлять. Ну, конечно. Закон дает такую возможность. Можно создать ТСЖ, можно создать совет дома и реально воздействовать на управляющую компанию и бороться с этим ростом тарифов. Вот вопрос просто такой, да? Давай, Костя. Ну, понятно, когда мне зимой приходит коммунальный счет, и я там вижу плату за тепло. А почему мне приходит летом, когда батареи у меня не греют? Это ко мне вопрос? Тебе вопрос? Это, думаешь, ко мне? Это вопрос, наверное, к властям города Москвы, к МАЭКу и к правительству Москвы, потому что они регламентируют все эти взаимодействия. Да, да. Это вопрос, Костя, риторический. Риторический. Потому что пришла бумажка, будь любезен, заплати. Ну, да. Так, еще буквально, Дим, давай, два слова. Вот что такое энергосервисный контракт? Еще раз. Да, вот энергосервисный контракт как раз позволяет снизить свои затраты на тепло, позволяет жителю платить за тепло именно столько, сколько он потребляет по прибору учета тепла. Плюс этот прибор учета должен показывать меньше вследствие того, что будут произведены мероприятия, которые позволят снизить расходы теплоносителя. Это вот Костя, собственно, вопрос он задал. Ему нужно как раз энергосервисный контракт. Да, он будет платить исключительно за тепло только зимой, только в тот момент, когда работает счетчик тепла. Если летом этот счетчик не работает, батарея холодная, понятное дело, что тепла никакого дом не потребляет, то летом он ничего платить и не будет. будет платить только в те периоды, когда это тепло непосредственно расходуется. Именно столько, сколько его расходуется на самом деле. Понятно. То есть энергосервисный контракт связан именно с потреблением тепла. Да. Еще один вопрос у нас есть от слушателя. Юрий, добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Господа, добрый вечер. Я коротко. У меня вот такой вопрос. Квартира у меня однокомнатная, но комната и кухня. Вот на кухне нет радиатора. Это правильно или неправильно? Это к строителям, наверное, да. Он был радиатор-то или его изначально не был, Юр? Ну, я не знаю. Я уже в эту квартиру переехал, его там не было. Вот. И как бы вопрос. За тепло-то я плачу, но должен он быть там, нет. То есть кухня не отапливает. Только газовой плитой. Газовой плитой? Ну, на это, может, и расчет. Что будет газом топиться? Я понял. Спасибо, Юра, спасибо. Что-то прокомментируешь? Я бы написал письмо в эксплуатацию либо, может быть, спустился к соседям. Наверняка в этом доме не одна квартира. Есть квартира выше, ниже. Просто посмотреть, что творится на кухне у них. Может быть, строители забыли заложить стояк и забыли по всему дому провести радиатор отопления. Какой ужас. И, собственно говоря, тут, наверное, как вариант, это пригласить организацию, которая выполняет сантехработы, и из комнаты пустить трубы, сделать себе радиатор на кухне. Вот какие бывают чудеса архитектуры. Хорошо. Значит, еще один вопрос. У нас, к сожалению, до следующих новостей не так много времени. Ну, давайте начнем. По поводу регионов. Еще раз. Понятно, что рынок Москвы, он, видимо, наиболее перспективный. О нем мы поговорили. Но вот есть новая Москва, Костя о ней упомянул. Ну, и есть огромное пространство России в целом. Тем более, что аккуратнее. Тем более, что есть законодательство, которое, в конечном итоге, обязывает всех пользоваться вот такими аппаратами. Как ты смотришь на регионы, расскажи. Мы ведем общение с регионами. Общаемся, вот, в частности, неделю назад я ездил в город Ступино. Это порядка 100 километров от Москвы. И тут очень много зависит от местных властей, от администрации. Потому что достаточно, ну, все структуры городские, это поставщики воды, тепла, управляющие компании, они подчиняются администрации города. Хорошо. Значит, мы эту тему продолжим. Сейчас традиционно слушаем новости на Финам. Финам. Ну что ж, наш эфир продолжается. Сегодня мы обсуждаем новые инвестиционные идеи. Одна из них, это планирующаяся IPO мультисистемы. Значит, в гостях Дмитрий Чалый, генеральный директор ОАО мультисистемы Константин Гуськов, руководитель отдела корпоративных финансов ОАО инвестиционной компании КомКон. Давайте уже, я буду отвечать на вопросы, касающие непосредственно, да, будущего размещения. Я думаю, что это правильно будет. Один из них, вот, ключевой, может быть, или первый, по крайней мере. По какой цене, ну, цена размещения, планируемая цена размещения, какова? Планируемая цена, она пока в диапазоне от 9,5 рублей до 11,4 рублей, копеек. 18-го числа при открытии книги заявок будет цена определена и озвучена, вывешена на нашем сайте, опубликована. Вот, и будет уже точная цифра, по которой наша акция будет предложена инвесторам. Ну, вот, кстати, давайте вот об этом, Костя, тебе, наверное, в основном флаг в руки, об этом конкретно. Много вопросов, а что нужно сделать конкретно, да, чтобы стать соинвестором, да, чтобы поучаствовать в IPO мультисистемы, прям буквально пошагово, инструкция пошаговая такая, Кость, давай. Ну, смотрите, с 18-го числа мы открываем книгу заявок, начинаем принимать заявки, как сказал Дима, диапазон, делаем публичное предложение и нашим инвесторам, широкой публике, вот, как сказал Дмитрий, цена сейчас еще неизвестна, мы видим диапазон 9,5, 11,4, что нужно для этого сделать, ну, на самом деле, к сожалению, многие уже принимали участие в IPO, да, то есть, уже многие обожглись, здесь хочется, прежде всего, сказать, что это будет немножко другая история, да, потому что, как ни крути, а идея IPO, на всем случае, в России дискредитирована, взять большие народные IPO, взять небольшие, опять же, IPO, почему-то цена падает, здесь, на самом деле, мы настроены на другую историю, мы планируем другую историю, это будет другая история, да, то есть, мы постараемся сейчас поднять выпавшее знамя IPO, если можно так выразиться, и достойно его нести, показать инвесторам, что все-таки приобретение бумаги на IPO, это не так плохо, как может вначале показаться, а что нужно до этого сделать, как я говорил, что многие уже, наверное, знают, как это делать, то есть, если у инвестора уже есть какой-то брокерский счет, то здесь он подает заявку своему брокеру, подает поручение на приобретение акций мультисистемы, указывает цену, указывает количество средств, его брокер, соответственно, блокирует эти денежные средства на его счете и подает заявку уже компания Finam, потому что компания Finam будет брокером при размещении и будет именно рассчитывать, принимать, учитывать. если у человека нету брокерского счета, если у инвестора нету еще брокерского счета, но он хочет приобрести, то здесь можно сделать следующим образом, можно приехать в компанию Finam, там организована специальная служба, которая занимается непосредственно счетами по IPO мультисистемы, и там помогут оформить брокерский счет, положить на брокерский счет, соответственно, какие-то денежные средства и помогут со всеми мероприятиями, то есть, процедура, в принципе, простая, если есть счет, то поручение брокеру, если нету счета, то добро пожаловать в Finam. А что с собой брать? Паспорт, наверное? Если вы физическое лицо, то достаточно паспорта, да. Паспорта и реквизитов банковского счета. Ну, то есть, здесь тоже важный момент, да, вот Дима говорил за эфиром как раз, что никаких миллионов, миллиардов-то в принципе и не надо, но если они есть... Не надо, надо на самом деле. Дима скромничает. Если нет, если они есть ради Бога, просто к тому, что принять участие в этом мероприятии может и человек с небольшим инвестиционным капиталом, в любом случае, это будет доступно, это главное. Значит, вопрос вот какой у меня. Ну, давайте, либо Дима, либо Костя, либо оба, попробуйте ответить на него. Какова роль господдержки? Есть ли контакты какие-то наработанные с государственной властью? Потому что все-таки, да, этот сегмент рынка, ЖКХ, он очень часто, плотно достаточно пересекается госструктурами и, безусловно, что если наработки такие существуют, у тебя возникают некие преференции, да, перед конкурентами. Это так. Ну, что касается поддержки, мы работаем с управляющими компаниями московскими, с губдезами, с гуисами районов, с префектурами округов, общаемся с ними, они перед нашими жителями, скажем так, рекомендуют нашу компанию, и нам важно, чтобы эти отзывы были позитивными, положительными. Конечно. с точки зрения поддержки прямой, то все договора у нас заключены непосредственно с клиентами, то есть 500 тысяч клиентов, 500 тысяч договоров. В этом мы не зависим от каких-то законопроектов, допустим, изменений там в правительстве Москвы, одного чиновника сняли, другого назначили. и все подвисло сразу. Да, все подвисло, деньги перестали поступать. У нас заключены договоры с жителями, и все взаиморасчеты мы производим исключительно с ними. В этом плане мне кажется это позитивный момент. С точки зрения поддержки, то мы почувствовали поддержку государства, вот допустим при проведении IPO, вот нам была оказана поддержка биржи, они организовывают для нас мероприятия, конференции, встречи с инвесторами. Большое спасибо руководству Московской биржи за эти действия. Есть еще информационная поддержка, приглашают на радиостанции, выступления там по Вести и ФМ, по телевидению, это стоит больших денег, и нам, как небольшой компании, достаточно сложно нести такие расходы. Конечно. Ну вообще рекламная компания в данном случае самая сложная, самая затратная, я бы сказал. Ну конечно затратная, и когда приглашают, есть возможность себе заявить, то это здорово. Это очень помогает и морально, и материально. поддерживает материально. Ну и экономит, да, на самом деле, это приятно, когда можно какие-то расходы сократить. Значит, времени не так много, еще один вопрос, буквально там два слова, если сможете, да, Костя, Дима. У меня, по крайней мере, написано, что мультисема многопрофильный холдинг. То есть помимо того, о чем мы непосредственно в основном говорим, да, у вас есть, видимо, смежные проекты, расскажи, пожалуйста, буквально. Мы занимаемся строительством, строим пару небольших торговых центров. это средства от прибыли прошлых лет были пущены на эти проекты, и это мы умеем делать. Сейчас эти центры вводятся в эксплуатацию. Это в Москве тоже? Да, в Москве. Мы планируем это направление развивать. Ну, так, не очень резво, но если образуется какая-то прибыль, то мы пускаем ее на девелоперские проекты. Затем у нас есть проекты по теплосбережению, это вот теплощетчики грядут. Я думаю, что скоро эта программа пойдет, установка теплощетчика в городе Москве. Мы знаем, как это делать, умеем, и вот наша абонентская база, это будет наша перспектива будущих лет. Логично, да? Как минимум, те самые полмиллиона, да, ваших клиентов нынешних, да? Да, им будет предложено стать нашими клиентами по теплощетчикам. Вот, это основные планы. естественно, энергосервисные контракты, о которых ранее говорилось, это тоже в планах развития компании. Хорошо. Костя, добавишь туда? Ну, на самом деле, здесь хочется сказать, что, ну, наверное, такое на мажорной ноте, то, что, пускай это небольшой бизнес, пускай это небольшое пиво, все-таки по меркам фонда рынок, компания небольшая, но с другой стороны, опять же, есть возможность даже небольшой компании привлечь средства путем размещения акции, мы решили воспользоваться этой возможностью, и считаем, что у нас есть все шансы на успех, на самом случае, мы будем их реализовывать, и приглашаем инвесторов принять участие в нашем IPO, стать акционером компании Мультисистема, расти вместе с компанией Мультисистема, ну, наверное, добавить что-то здесь. Хотелось бы добавить, что на носу Новый год, и хотелось бы поздравить, пользуясь случаем всех слушателей Финам ФМ с наступающим праздником, пожелать им в 2013 году успехов, удачных инвестиций, одной из которых должна стать именно вот эта идея, о которой мы сегодня и упоминаем. Удачная инвестиция, это IPO Мультисистема. Ну, здесь, наверное, хочется сказать про мероприятия. Костя, 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 все, к сожалению, время не заканчивается, да, я благодарю вас, уважаемые гости, за ваше участие в нашей программе, значит, напомню, в гостях был Дмитрий Чалгин, директор ООО Мультисистемы, Константин Гуськов, руководитель отдела корпоративных финансов ООО инвестиционной компанией КомКон-3. Важаемые слушатели, мы говорили сегодня о новых инвестиционных идеях, пожалуйста, обращайте на них внимание, участвуйте в IPO и успехов на рынке. Всего хорошего, до свидания.